Итак, всем еще раз привет! И сегодня зашел в приложение по штрафам и обнаружил, что за 5 число мне пришло 7 штрафов на одну машину и 2 штрафа на другую. Чтобы вы понимали, здесь по большому счету были включены только 2 камеры. Это у нас в Сочи именно камера, где у нас курортный проспект, где у нас с правой стороны у нас получается курортный городок, и вот там под пешеходными переходами были включены 2 камеры. Все, больше остальные как бы они как таковы не функционировали, не висели как макеты. Теперь я могу сказать, что 5 числа включили, активировали все камеры. И вот за один день собрал получается 9 штрафов. Поэтому сразу вам говорю, давайте, наверное, все-таки на камеры теперь будем обращать внимание, потому что все камеры у нас активировались в городе Сочи. Видать, перед сезоном, не знаю, с чем это связано, может быть, не знаю, с чем связано, честно скажу. Но в итоге кататься в городе Сочи стало довольно-таки дорогое удовольствие. Да, штраф, конечно, небольшой, 500 рублей приходит, да, можно платить там 250, через положение 299 рублей. Но факт остается фактом. Камеры все работают. За один день, получается, отдать 2000 рублей со скидкой, 2200. Я считаю, что это немножко дороговато. Поэтому просто для вас, для автолюбителей, хочу сказать, что, как бы, наверное, все-таки даже по дублеру, да, просто чтобы вы имели представление, если вы едете по дублеру, то не знаю, что вам можно ехать там со скоростью, не знаю, там, 90 или 100 км в час. По большому счету, там есть временные знаки, которые включаются, да, там, например, 60, 40, и на тех именно временных знаках, да, получается, они вас и ловят. Хотя там никакой работы не происходит, ничего. Автоматически приходят, и вы потом ничего, в принципе, не докажете, да, такое там. Поэтому мой совет вам, ориентируйтесь все-таки на эти тоже временные знаки, да, которые у нас висят, особенно когда у нас дождик пошел, да, там, типа, предупреждение, что там, возможно, занос и все. Потому что, еще раз повторюсь, дорогое удовольствие. И могу сказать, что если вдруг там какой-то будет рейд показательный, то, скорее всего, у вас за каждый штраф там могут еще и до 15 суток спокойно. У меня, по-моему, просто уже есть 4 друга, да, так скажем, которые уже отсидели по 3 суток за штрафы. Вот такой вот нежданчик может быть в городе Сочи. И большинство сейчас постов, которые останавливают, да, они берут именно, смотрят ваши штрафы. Вот именно штрафы. Я, конечно, все штрафы сразу оплачиваю, да, у меня автоматически с карточки списываются. Просто когда сегодня у меня списалось там 3 тысячи, я просто обалдел. А это, оказывается, за 4 апреля, за 5 апреля. Ну, 5 апреля я поставил рекорд по штрафам. 9 штрафов за один день мне как в жизни не было. Теперь вот у меня есть. Поэтому, к чему я вам говорю, да, все, конечно, все понимаю, там, кто-то робится, кто-то еще что-нибудь. Но, 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 лучше, конечно, по принципу, тише едешь, дешевле будет. Это такой вам маленький совет. Ну, опять же, да, я могу сказать, что вот недавно записал видео, особые гаишники-то, в принципе, здесь не зверствуют, да. Но вот эта автоматика, которая приходит, да, дислокация Краснодарского края, она как бы, ну, как бы, в общем, с ними не поспоришь, с ними-то не оспоришь эти моменты. Самое печальное, что, когда в ЧИЗ-приложение ко мне приходят, да, РОС-штрафы, но я еще другое заказал, ну, закачал себе приложение, там не показано, где именно прошло нарушение, твой номер машины, все, ничего не показывается. Начинает показывать через месяц. Если вы дождались вариантов и через месяц вы посмотрели, что произошло, да, именно через месяц, то, скорее всего, вам уже придется платить не 299 рублей, да, а 300, ой, а 565. Поэтому, не знаю, это, конечно, такая уловка такая очень хорошая, да, потому что, если, например, в Сталинбургской области приходят штрафы, там сразу показано нарушение и показаны твой, так скажем, твои координаты, да, где ты нарушил. В Сочи все по-другому. В Сочи вы сможете свои координаты только увидеть, если вы придете в ГАИ. В ГАИ вы поставите очередь, и они вам скажут, за что у вас штраф, в каком количестве, где вы нарушили, под каким там переходом проехались, понимаете? Поэтому маленький совет, как бы лучше, по сути, катайтесь, лучше посмотреть. Хотя, если приехали на 10 дней, то, в принципе, вас это не должно волновать, потому что скажете, что не успели оплатить, и все. Гаичники здесь, когда останавливают, они проверяют ваши штрафы, только которые у вас по Краснодарскому краю. Им по барабану, какие штрафы были там в Ростове, какие были в Москве, в Питере, в Сызрани, им по барабану, только краснодарские штрафы они смотрят. Но за краснодарские штрафы они вас смогут спокойно, на законных основаниях, если вы все, так скажем, все временные промежутки, вы, так скажем, профукали, да, они могут вас, в принципе, закрыть на пару суток. Такие профилактические процедуры. Поэтому, не знаю, смотрите сами, как бы, ну, я уже сделал такой вывод, да, вот сейчас я в данный момент заплатил все штрафы, да, даже, даже я сделал вывод, что лучше платить, например, всякие штрафы, там, госпошлины до того, как тебе судебный пристав, например, спишет, да. У меня сейчас с трех карт списали, там, сумму по 4 800, да, конечно, обещают, что лишнее вернут. В итоге прошло уже полторы недели, у меня на сайте у судебных приставов эта сумма не списалась, при том, с карточек с трех у меня эта сумма списалась, да. Поэтому, я думаю, не делайте мои ошибки, не тяните это удовольствие, если есть какие-то там, получается, обязательства перед государством, чтобы такого-то не было, да, как у меня, да, в три раза больше взяли и ничего не списалось, типа, надо недельку подождать, 10 дней подождать, потом возврат, а возврат идет у них, оказывается, до 60 дней обратно тебе, понимаете. Получается, по сути, 9 тысяч у меня просто заморожены, и 9 тысяч непонятно, когда мне возвратиться, ну, если возвратиться, конечно. Вот такая штуковина. Поэтому я сейчас тоже сделал запрос в налоговую инспекцию, да, тоже какие-то там, если есть налоги, тоже хочу все это заплатить, тем более, как бы, в апрель месяц, да, нужно заплатить налоги и жить спокойно. По большому счету, я сейчас все это делаю, уже нашел, да, просто вот есть у меня там какие-то спорные моменты, за которые не хочется платить, в том плане, что я вам рассказывал про дом, который я построил, да, получается, и потом продал из-за того, что я оформлял, так скажем, через суд, да, как это у нас принято. И в итоге получается, по факту я был владельцем дома 5 лет, а по документам, получается, 2 года. И когда я дом продавал, да, я попал еще и на налог дополнительный. Мне так неохота вот эти вот лишние 50 тысяч платить, вы даже представить не можете, просто по-человечески обидно. Для свое родное ты там вложил в дом 7 миллионов, продал за 3 миллиона, и еще ты должен взять и заплатить этот налог там с разницей, за который ты купил квартиру, блин, ну, ну, блин, просто обидно. Реально, чисто по-человечески обидно. Ну, я так думаю, что там спорить с ним бесполезно, хотя я пробовал доказывать, там и чеки предоставлял, сколько потратил денег на, так скажем, на покупку, ну, на строительство. Тоже есть небольшая такая фишка. Посмотрите, например, я дом оформил, например, в 13-м году, обостроил, к примеру, в 11-м году. Чеки, ну, у меня, соответственно, все от 11-го года, да, очень много все чеки сохранились, но они не идут в зачет. Они идут в зачет только тогда, когда вы стали владельцем. Когда я стал уже владельцем своего дома, да, уже по документам, получается, по большому счету, я только покупал либо мебель, либо еще что-нибудь. Все. Поэтому, получается, все-таки, наверное, по принципу надо сначала взять разрешение, сначала нужно построить, ой, сначала нужно сделать разрешение, сначала стать владельцем чего-либо, а потом уже, соответственно, уже строить. Конечно, на тот момент хотел быстрее построить и уже жить, что я и сделал, но при продаже вот так вот у меня это все боком вылезло. Поэтому многие там спрашивают, вот там, куда, раз Творский там все нормально зарабатывал, все, куда могли деться. Ну, вот одно из таких, скажем, дирентабельных вложений, это я похоронил свои деньги в доме. Поэтому здесь я сейчас дом не хочу. Я знаю, что дом здесь продать очень сложно. Дом строить все равно никого-то не устроит, потому что все мы разные, да, кому-то нужна спальня внизу, кому-то нужна только кухня, гостиная внизу. Поэтому те, кто хотят, у меня многие разговаривают про инвестиции и хотят именно вложиться в дом, я, ну, считаю, что это не инвестиции, это я считаю, что просто, просто вы берете и хороните свои кровно заработанные деньги. Охота инвестировать, инвестируйте в квартирах. На квартиры всегда есть спрос, квартиры всегда покупают и квартиры всегда легко продать и можно всегда выгодно купить. Ну, примерно это так. Поэтому что я могу вам пожелать? Я хочу, чтобы автолюбитель не застегла ни одна камера, да, чтобы камеры вас обходили стороной, это первое. Дальше хочу пожелать тех, кто у нас продает свою недвижимость, чтобы они ее продали в своем городе выгодно. При этом, чтобы они продали ее правильно, грамотно, чтобы не попали у нас на налог. Потому что, как показала практика, да, я уже даже с юристом ходил, но не получилось мне налог отсудить, не получилось мне ничего сделать. В итоге придется просто так взять и еще там заплатить определенную сумму денег. Я заплачу, потому что, ну, это надо, потому что я представляю, если этот налог у меня там 50 тысяч спишется тоже с трех карт, за минусом сразу стану 100 тысяч в минус. Нет, спасибо, я лучше заплачу до того, как судебные приставы возьмут все в свои руки. И опять же, конечно же, хочется отметить, да, покупайте у нас недвижимость с головой для того, чтобы у вас не получилось, как в моем случае, чтобы вы взяли и не потеряли определенную сумму денег, чтобы у вас не получился бизнес по-русски, да. Что значит бизнес по-русски, это значит, вложил 7, продал за 3. Вот такой бизнес, обалденный. В общем, примерно так. Хотя я могу сказать, что с квартиры тоже самое, да, квартиру брал, каоцен, еще будет для любви, менее нормально, да, за 2 миллиона, продал ее за 1 миллион 700 с мебелью. Тоже, конечно, прогадал, но прогадал не 3 миллиона, да, а ушел в минус 300 тысяч. Это немножко разные такие суммы. Если учесть, что на момент, когда я строил, все равно там цены были другие, все, потерял гораздо большего. Это особенность своего частного дома. Я еще не видел ни одного человека, ни одного человека не видел, чтобы он построил дом, чтобы он потом при продаже с этого дома что-то выиграл. Я вижу только тех, которые проигрывают. Если кто-то из вас выиграл, да, на продаже своего личного дома, да, покупки там, при продаже, то пишите в комментариях, хоть я буду знать, что такие люди есть. Пока я таких людей не встречал. Ну и опять же, да, сегодня я решил записать видео, именно еду я по виноградке. Надо было с утра заехать одному клиенту, отдать документы. Он остановился на виноградной улице. И вот так вот мы в пробках с вами тащились. Кое-как мы с вами доехали. Поэтому для себя я еще раз сделаю вывод, что как хорошо, что я все-таки взял себе квартиру именно в том районе, где хорошая транспортная доступность, где я до работы доезжаю за 6-7 минут. И где я еду без пробок, где я еду комфортно. В общем, как-то так. Вам тоже всем желаю найти ту вашу идеальную квартиру, которая будет соответствовать всем вашим требованиям, всем вашим, так скажем, запросам. И чтобы у вас не возникло там желание через 2-3 месяца или через полгода брать ее и менять. Потому что, еще раз повторюсь, с прошлого года наступил закон в силу, где теперь вы, чтобы налог не платили, вы должны быть владельцем собственности 5 лет. Если вы продаете по занижению, в любом случае вам не получится занизить не меньше, чем кадастровая стоимость квартиры, а кадастровая стоимость квартир стали довольно-таки дорогие. Если раньше, например, квартиру продавали за 3 миллиона, кадастровая стоимость 1 миллион 400, то сейчас разница в 100-150 тысяч. Это показывает моя практика. Поэтому желаю вам, так скажем, хороших покупок, чтобы вы не теряли свои кровно заработанные деньги и чтобы в конце концов все, что касается недвижимости в это ключевое слово вам приносило радость, а не разочарование. Все, всем пока. С вами был Максим, компания Elite Sachi. Пока. Пока.